Глава 13. В нем ни сам я, ни они не подозревали. Было предложено произнести речь. Симах, бывший тогда префектом, одобрил ее и отправил меня. Я приехал в Медиалан к епископу Амвросию, к одному из лучших людей, известных по всему миру, к благочестивому служителю Твоему, чьи проповеди неустанно подавали народу Твоему, ту к пшенице Твоей, радовали маслом, опьяняли трезвым вином. Ты привел меня к нему без моего ведома, чтобы он привел меня к Тебе с моего ведома. Этот Божий человек отеческий принял меня и приветствовал мое переселение по-епископски. Я сразу полюбил его, сначала, правда, не как учителя истины, найти которую в Твоей церкви я отчаялся, но как человека ко мне благожелательного. Я прилежно слушал его беседы с народом, не с той целью, с какой бы следовало, а как бы присматриваясь, соответствует ли его красноречие своей славе, преувеличено ли оно похвалами или недооценено. Я с величайшим вниманием ловил его слова и беззаботно пренебрегал их содержанием. Я наслаждался прелестью его речи, более ученой, правда, но менее яркой и привлекательной по форме, чем речь Фавста. По содержанию их нельзя было и сравнивать. Один заблудился в манихейской лжи, другой спасительно учил спасению. Но далеко спасение от грешников, каким я был тогда. И однако исподваль, и сам того не зная, приближался я к нему. Субтитры создавал DimaTorzok